Всем привет! Меня зовут Ира и вы на моем канале Holland and Me. Здесь я рассказываю про мою жизнь в Нидерландах и сегодня я хочу затронуть тему телевидения в Нидерландах. Я расскажу вам, что смотрят голландцы по телевидению, а также что здесь смотрю я. Кому интересно, обязательно продолжайте смотреть. Телевидение в Нидерландах играет огромную роль. Я считаю, что очень много людей после работы приходят домой, сначала ужинают и потом обязательно садятся посмотреть какой-то интересный фильм, либо посмотреть какую-то любимую передачу и так далее. В Нидерландах вообще это является, наверное, даже традицией смотреть телевизор. Я собрала для вас топ программ, которые нравятся именно мне в Нидерландах и хочу про них рассказать подробнее. Я также вставлю картинки и кусочки видео из этих программ, чтобы вам было интереснее смотреть. Итак, начать бы мне хотелось с более серьезных таких программ, не очень-то и развлекательных, а более, наверное, таких, когда ты можешь чему-то научиться, посмотрев эту программу. Первая программа, которую я очень люблю в голландском телевидении, это программа называется То есть Франк Фиссер это судья, он работает в суде и он ездит к людям, у которых есть, например, проблемы, я не знаю, с соседями, они не могут что-то там решить со своими соседями, например. Поэтому я, например, вызываю Франк Фиссера, он приезжает ко мне и помогает мне правильное решение сделать с точки зрения закона, да, что же я могу, как я могу поступить в такой ситуации. Эта программа очень мне помогает, потому что я смотрю на ситуации различные, бывает с разделом земли, разделом имущества, проблемы с соседями и так далее. То есть это очень интересно посмотреть, но и научиться на опыте других, так сказать, чтобы не повторять их ошибки. Поэтому эта программа такая судебная, помогает выучить законы страны чуть-чуть в таком более развлекательном виде, да, то есть мне это очень нравится. Кто живет в Нидерландах, советую смотреть, также сможете улучшать ваш голландский язык. Следующая программа, которая тоже такая из серьезных, это Обспорим Ферзохт. Эта программа совместно сделана с полицией Голландии, здесь показываются различные ограбления, либо какие-то другие хулиганства на улицах, да, поэтому люди, которые смотрят эту передачу, они также могут позвонить и анонимно оставить, например, сообщениям для полиции, что, возможно, они знают, кто это был, они видели, либо были свидетелями случайно, да. То есть очень интересная такая программа. Во-первых, ты понимаешь то, что творится в Нидерландах в это время, настоящие такие криминальные ситуации, да, либо какие-то ограбления, очень даже страшно. И с другой стороны, ты просто можешь даже помочь, если, мало ли, ты был свидетелем чего-то, ты не знаешь, куда обратиться, то ты можешь позвонить в эту программу и сказать, что я видел этого человека, например. Очень интересная программа, увлекательная и в то же время реалистичная. Это действительно то, что сейчас происходит на улицах Нидерландов. Следующая программа называется Undercover in Naderland. Это мужчина, который, например, ловит педофилов, либо каких-то мошенников, да, которые грабят людей, либо которые в интернете дают объявления, а потом спрашивают деньги, но ничего назад не отсылают. Либо еще какие-то банковские мошенничества и так далее. То есть этот человек, он сам как бы делает, ведет расследование, и сам потом встречается с этим либо педофилом, либо мошенником, и пытается его как бы расколоть, да. То есть это тоже очень интересно, захватывающе на это все смотреть. И также помогает мне тоже учиться чему-то. Например, в некоторых ситуациях больше уделять внимание чему-то, на что я раньше совершенно не обращала внимания. Теперь я как бы, посмотрев эту программу, я понимаю, что да-да-да, то есть мошенники действительно вокруг нас, они везде. То есть надо действительно держать, как говорится, хвост пистолетом. Так, следующая программа это хесталоктс. Хесталоктс это тоже очень такая интересная программа. Развлекательная ее не назовешь, она больше такая, конечно же, серьезная. Это про людей, за которыми кто-то постоянно следит. Например, женщина и мужчина развелись, да, и он не оставляет ее в покое, муж, бывший муж. Бывший муж постоянно приходит, оставляет какие-то записки. Она видит его постоянно, как он стоит за забором, втихаря смотрит за ней. Либо она видит, как он подъезжает на машине, из машины за ней наблюдает. Постоянно какие-то угрозы ей шлет по телефону и так далее. То есть вот про такие ситуации это программа. Тоже очень интересно посмотреть. И потом мужчина, который ведущий этой программы, обязательно встречается с этим, ну, маньяком не назовешь, но просто человеком, который постоянно за кем-то следит. И тоже пытается с ним договориться, чтобы он больше этого не делал. То есть интересная программа, интересно посмотреть какие-то же жизненные ситуации. Следующая программа тоже из таких серьезных. Это Oplichter in the Biterland. Тоже очень интересная программа. Многому меня научила. Мужчина ведущий, он едет в другую страну, например, возьмем, например, Беларусь. Да? И он там специально пытается попасться на удочку к мошенникам. То есть он выискивает мошенников, либо он с кем-то общается, кто ездил в Беларусь, и кого когда-то там обманули на улице. Он очень интересный. То есть он не только, конечно же, по Восточной Европе ездит, он ездит также по всему миру. И это очень интересно посмотреть, потому что бывают такие ситуации, что кажется, ой, слава богу, что я это увидела по телевизору, я больше на такое сама не поведусь. А если бы я этого не видела по телевизору, я бы действительно, наверное, даже повелась. То есть какие-то мошенничества на улицах совершенно такие, где ты не ожидаешь. Либо какая-нибудь девушка, которая подходит к тебе, как к иностранцу на улице, да, и говорит, ой, давай познакомимся, ведет тебя в кафе, например, да, говорит, ой, давай с тобой выпьем чашечку кофе. Ты идешь с ней в кафе, а в этом кафе она со всеми уже договорилась заранее. Они, например, они кладут тебе в чашечку кофе какой-нибудь снотворный, ты засыпаешь, и они тебя грабят. Ну, такие разные ситуации. То есть очень интересно посмотреть тоже. И еще одна такая из более серьезных, ну, как это не серьезно, так же немного развлекательная уже передача, но можно чему-то научиться. Это как викторина. Называется Method Mess Optafel. Там сидят игроки, которые должны друг с другом сражаться своим умом. То есть задаются различные вопросы, правильные ответы нам также показывают, поэтому действительно можно научиться многому. Я много чего не знала, тем более на голландском языке. Мне иногда очень полезно посмотреть эту передачу. Поэтому всем, кто хочет, опять же, улучшить свой нидерландский язык, обязательно посмотрите Method Mess Optafel. И сейчас перехожу уже к развлекательным программам. И первая программа, которая развлекательная, я считаю, это программа, которая называется Hunder Charyong. Очень интересная программа. Постоянно я беру с собой платочек, либо салфеточку, потому что 100% я всплакну. Хоть она и развлекательная, но она такая трогательная, потому что программа посвящена людям, которым исполнилось, либо исполняется в этом году 100 лет. 100 лет и старше. И вот ведущий этой программы, он приходит в гости к этим старикам, берет у них интервью, спрашивает у них, в чем же секрет, что вы дожили до 100 лет. И вот бабушки и дедушки рассказывают их секреты, их жизнь, вообще с чем они сталкивались, как они чувствуют себя сейчас, чем они занимаются сейчас. Некоторые люди, которые исполнилось уже 100 лет, выглядят как будто им лет 75-80. Например, последний раз была бабушка в программе, я просто не поверила, что ей 100 лет. Я не могла до конца программы поверить, что ей действительно 100 лет. Она шевелилась как молодая, голова в полном порядке, человек мыслит нормально, разговаривает с тобой нормально, речь, язык не заплетается. То есть вообще, я просто обожаю эту программу, посмотрите, она меня вдохновляет, вот честное слово. Следующая программа развлекательная, которая мне тоже очень нравится, это Palace for Empreeky. Это программа, где двое ведущих приходят в такую семью, где недостаточно большой доход, то есть люди небогатые, да, но у них есть какие-то там проблемы, много детей, либо что-то еще, нет работы и так далее. И вот они им помогают и делают за небольшие деньги, например, покупают какие-то вещи в подержанных магазинах, мебели, да, и так далее, и делают там небольшой ремонт дома, тем самым помогая им обрести уют дома, да. То есть очень интересно, с небольшими расходами делают очень даже такие большие перемены в интерьере дома у этих людей. Тоже очень интересно посмотреть, для тех, кто любит особенно про перестройку домов смотреть, про изменения в интерьерах, очень интересная программа. Следующая программа, которая мне тоже очень нравится, развлекательная, это Stainreich Strat Arm. Это программа про богатых и бедных, то есть одна семья богатая, и вторая семья бедная, и вот они меняются своими домами, по-моему, на несколько дней, либо на неделю, я точно не помню, вот. Они меняются своими домами, и вот обмениваются, так сказать, своими впечатлениями после того, как они прожили в этом доме. Богатые уезжают в дом к более бедным людям, и бедные едут в дом богатых. Тоже очень интересно посмотреть, просто такая развлекательная программа больше, конечно же. И еще одна такая программа есть, связанная с более бедными людьми в Нидерландах, это The Undercount von Naderlands, другая сторона Нидерландов, если перевести. Это программа про людей, которые там, не знаю, получают только пособие, живут на минимум, получают бесплатную еду в Футселбанк. У нас есть такие банки с едой, где ты приходишь и тебе выдают, у тебя должна быть, конечно же, специальная карточка, тебе выдают бесплатную еду, там, немножечко просроченную, как бы она либо срок в срок, но вот ты получаешь бесплатную еду. То есть про этих людей, которые очень бедные, и как они выживают в Нидерландах, про них такая программа. Тоже интересно посмотреть. Мне нравится посмотреть просто, чтобы научиться на плохом опыте, чтобы его не повторять. Лучше я буду знать, как другие. Как говорится, нахватались проблем, чем сама в такую ситуацию попаду, например. То есть мне очень интересно и полезно эта программа. Следующая программа просто ужасная, но все-таки я ее иногда смотрю. Рик, мой муж, он не любит ее смотреть, но я всегда включаю просто, чтобы посмеяться, наверное, больше. Называется она Hotter Than My Daughter. Это значит, что горячее, чем моя дочка. Программа про мамаш, про маму, которая одевается слишком секси, просто ужасно секси. И дети подают заявки в эту программу. Поменяйте, пожалуйста, мою маму. Я боюсь с ней идти по улице, все смотрят, и мне стыдно. То есть вот такие мамы попадают в эту программу, и потом в конце концов из них делают более таких красивых женщин, меняют им прически, меняют им стиль одежды. И в конце ты видишь, как они выглядят теперь, что с ними сделали. То есть интересно посмотреть, просто посмеяться, наверное, больше. Есть еще программа развлекательная Long Life Adelive. Это про людей, которые первый раз встречаются в таком доме, отдельно стоящий дом, и туда приезжают на несколько ночей два человека, мужчина и женщина в основном, на первое свидание. И они там друг с другом общаются, знакомятся, и уже потом, когда проходит день, они решают, остаются они вместе на одну ночь, либо не остаются. Но это не значит, что они будут спать в одной кровати, они могут спать в разных комнатах, но просто они как бы смотрят, нужно ли им еще один день взять, либо не нужно. И некоторые там, например, прям действительно знакомятся, влюбляются, и у них там продолжаются отношения, но некоторые сразу же после первого свидания говорят, нет, прости, но ты не мое, и я не хочу продлевать с тобой ночи. Вот. Ну такая интересная программа, как такое, наверное, реалити-шоу, больше расслабиться, отдохнуть, посмотреть в свое удовольствие просто. И при этом, конечно же, я улучшаю также мой голландский язык. Самая моя любимая развлекательная программа посмеяться, поплакать, посмотреть. Я смотрю на одном дыхании всегда, это Шато Майланд с семьей Майланд. Это две дочки, мама и папа. Папа в конце концов сказал, что он нетрадиционной ориентации, у них уже две взрослые дочки, но он вот так вот открылся своей жене, не развелись, по-моему, сейчас опять поженились, сейчас живут просто как партнеры, как друзья, и он супер веселый мужик такой. Я обожаю его смешные, дурацкие какие-то высказывания. То есть это действительно интересная программа, чтобы просто посмеяться, посмотреть, как-то отдохнуть душой. Лично мне она по темпераменту очень подходит, мне нравится этот Мартин, Мартин Майланд, очень смешной и прикольный, добродушный мужчина. Также в Нидерландах есть программы с различными лотереями. Мы с Риком, например, играем в Friend'a Lotterai и Postcode'a Lotterai, и поэтому я каждую субботу смотрю сейчас Bingo, Bingo с Friend'a Lotterai. У меня есть даже, сейчас я вам покажу, специальные такие по почте получила, билетики для Bingo. Вот. Здесь находится... Сейчас покажу. Если откроется. Здесь находятся билетики и такой специальный карандаш, который можно вычеркивать числа. Здесь на каждую неделю, у меня, по-моему, до следующего года, даже, может быть, до марта, специальные билеты для Bingo. И каждый раз в субботу я смотрю, и вместе с программой слежу за моими билетами, выиграла я что-то или нет. Пока что, к сожалению, еще ничего не выиграла. Но еще есть время, еще есть шанс, поэтому надежда умирать последней. Вот такую программу я тоже смотрю, развлекательную. И еще есть иногда, не каждый сезон, но посезонно есть такая программа от Postcode'a Lotterai, называется The Millionaire Yacht. Ты тоже, если ты с Postcode'a Lotterai играешь, а мы с Риком играем, то у тебя может быть шанс выиграть, по-моему, 5 миллионов, это самое большое. Вот. Тоже очень интересно, так как ты смотришь на лотерею, в то же время ты принимаешь автоматические участия, поэтому шанс остается даже, то, что ты можешь выиграть какой-то денежный приз, и это очень интересно, и всегда так волнующе, да, когда я эти программы смотрю. Еще есть музыкальные программы, конечно же. В 2010 году программа «Голос», которая сейчас тоже так популярна в России, везде, в странах СНГ. Программа «Голос» была выдумана в 2010 году в Нидерландах, и она называлась, как и сейчас называется, в принципе, The Voice of Holland. Потом уже она пошла по другим странам, стала популярна везде, но первая вот она была именно в Голландии, поэтому музыкальные шоу такие, как The Voice of Holland, The Voice of Kids, The Voice of Senior. Кстати, это тоже такой голос с пожилыми людьми, которые приходят тоже, как вот, например, детский есть голос, а есть голос с пожилыми людьми. Раз уже мы заговорили про голос, хочу сказать, что в прошлом году моя племяшка Лилия, дочка моей сестры, участвовала в «Голосе. Дети» в Нидерландах, и она даже прошла до батлов. Кому будет интересно посмотреть на ее выступление, обязательно оставлю ссылочку под моим видео. И также у нас есть такое музыкальное шоу, как The Masked Singer. По-моему, там несколько участников, это какие-то звезды, которые спрятаны в такие костюмы, знаете, у всех маска, то есть никого не видно, они там поют, и как-то их потом там должны угадать, кто где, что-то такое. Я, естественно, никогда не смотрела, поэтому рассказать особо не могу, но вот факт остается фактом, такое шоу тоже есть в Нидерландах. Конечно же, есть еще сериалы. Самый такой популярный сериал, который длится с 1990 года, прям как Санта-Барбара, но это нидерландский сериал, называется «Хуи тайда шлехта тайда», что в переводе означает «хорошие времена, плохие времена». Я этот сериал не смотрела никогда и не смотрю. Вообще сериалы не очень люблю, если честно. Мне кажется, они очень затягивают и отнимают кусочек твоей жизни так серьезненько. Конечно же, мы еще смотрим новости. В основном мы с Риком смотрим «Heart for Nederland». Каждый раз, каждый вечер самое главное событие рассказывается в этой программе, в этих новостях, а также погода. Вот, поэтому новости есть, конечно же, на разных каналах, не только «Heart for Nederland», но «Heart for Nederland» мы с Риком смотрим каждый вечер. Также очень много, в основном, молодежи смотрит, помимо простого телевидения, такую специальную программу «Нетфликс». «Нетфликс» в основном нужно доплачивать дополнительно к простому телевидению. «Нетфликс» это очень удобно, ты можешь в любой момент, когда тебе хочется посмотреть новинки, новые разные фильмы, которые поступают туда. Мы любим с Риком иногда вечерком сесть, когда по телевизору просто нечего смотреть, и мы любим включить «Нетфликс» и посмотреть какой-нибудь страшненький фильм перед сном. Это, конечно же, одно из наших самых любимых занятий вечерами. Что может быть лучше, какой-нибудь хорошего фильма со своим любимым человеком на диванчике. Кстати, как мы платим за телевидение, это у нас просто такой идет абонемент с Риком, телевидение плюс интернет домашний, поэтому все как бы в одном. Цены я для вас оставлю в описании под этим видео, может быть, кому-то будет полезно. Вот, ребята, это и все, что я хотела рассказать про голландское телевидение, про то, что я смотрю здесь и вообще, что смотрят голландцы по телевизору. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно, если это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Напишите также в комментариях, какие программы вы смотрите по телевизору, неважно, где вы живете, мне бы было интересно посмотреть, может быть, найду для себя тоже какую-то новую программу. Если это в России, то пишите тоже, в Украине тоже пишите, буду ждать ваших комментариев. Все, ребята, всем замечательного вечера! Пока-пока!